У невероятно богатой деятельности и жизни Степана Бандеры написано немало, я же хочу обратиться к финальной точке его неглавного пути. Прохладным осенним вечером 15 октября 1959 года, домой после рынка, нагруженный покупками, возвращался 50-летний мужчина, известный в некоторых кругах как Курк, Матвей Гордон, Баба и Лис. Сейчас же проживающий в немецком Мюнхене под документами на имя Степан Поппель, фамилия с немецкого переводится как Сопля, это был уже далеко не тот флагман движения ОУН, он был не молод, позади осталась лихая молодость, когда он мог готовиться к политической борьбе и закаляя волю, направо и налево душить кошек и котов, чувствуя как крепнет в нем мощь, кипит ярость и ненависть к врагам Украины. Про котов не скрывают даже поклонники и биографы Степана, именно закаливанием воли и подготовки к политической борьбе, объясняет Галина Гордосевич в своей книге «Склонности юного бандеры». Позади были даже славные деньки, когда ему улыбались немецкие офицеры и иногда разрешали ему носить форму вермахта, пока он не решил, что настолько самостоятельен, что может высказывать им вслух свои мысли о своем государстве и тогда у офицеров пропали добрые улыбки. А Степану пришлось снять форму и посидеть несколько лет в немецком курортном санатории Заксенхаузен. Эх да, Степану было нелегко, даже в ООН он уже был не в авторитете, ведь трудно рулить из Мюнхена организацией, которая не вылазит из лесов Западной Украины и настолько мощная, что иногда выходя из-под поля успешно воюет со своим ежемирным населением. В ООН появилось много молодых и буйных, пришедших на смену постаревшему бандере, и он уже не имел там веса. Ему казалось, что он одинок и забыт в этом совсем чужом ему Мюнхене. Но он ошибался, он не знал, что Чика не спит, а НКВД помнит. Как же можно забыть славные подвиги Степана? Еврейские погромы во Львове в 41-м, тысячи убитых и замученных детей, женщин и стариков, которых убивали ООНовцы и УПА с именем своего кумира, бандеры на устах. Нет, органы не забыли про Степана, органы госбезопасности просто ждали момент, и они его дождались. Бандера не мог быть одинок, ведь в подъезде дома его уже ждал агент КГБ Богдан Сташинский. А вместе со Сташинским и специальный пистолет, заряженный цианидом. Степан получил поры цианистого каля в лицо и быстро обмяк, даже не успев расстегнуть кабру с пистолетом, который он всегда с собой носил. Богдан Сташинский, кстати, выросший в семье националистов УОН, был завербован в начале 50-х годов органами НКГБ. За успешную ликвидацию получил орден Красного Знамени, а Степана не довезли и до больницы, быстро скончался. После последнего вздоха бывшего лидера УОН подул сильный ветер, и стало как-то невероятно холодно в бараках под Воркутой, где сидели пленные бойцы дивизии СС Галечно и прочие полицаи. На улицах же стало легче дышаться многим котам, больше не опасаясь стать орудием для закалки воли и тренажером политической борьбы. А на том свете улыбнулся и закурил трубку товарищ Иосиф Виссарионович Сталин. Ну а у нас на сегодня все, обязательно пишите свое мнение, что вы думаете, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, и нажмите на колокольчик. Ставьте лайки, до скорой встречи всем, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok